Безоговорочная победа. Юношеская сборная Югры с триумфом вернулась с первенства России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха. За звание чемпиона с нашими земляками в городе Салават боролись команды Москвы и Московской области, Новосибирска и Калуги. Как далась эта победа и какие перспективы у начинающих спортсменов? На одной из тренировок побывала Юлия Бабенышева. Первенство России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха проходило в Башкирии в течение недели. Юношеская команда Ханты-Мансийского автономного округа в первом матче встречалась с представителями Московской области. Выиграв в каждой из трех партий, югорчане просто не оставили шансов в команде соперника. Первый раз мы поехали в 2019 году на первенство, сразу же стали третьими. Ну то есть тогда это считалось суперсенсацией. Мы отсеяли многих лидеров, Москву отсеяли, Калугу, которые были до этого постоянно в призерах. В этот раз мы ехали с надеждой, ну хотя бы повторить наши достижения. И при нормальном раскладе, если повезет там с жеребьевкой и так далее, хотя бы постараться чуть лучше выступить. В итоге игра наших ребят превзошла все ожидания специалистов. Шесть матчей и все завершились победами. При этом югорчане не отдали соперникам из Калуги, Москвы и Новосибирска ни одной партии. Как отмечает тренер сборной Станислав Руденко, этот результат превзойти нельзя, можно только повторить. В команде Югры основная часть – сургутяне. Среди участников первенства России по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха, наш коллектив самый молодой и, как показали итоги турнира, весьма перспективный. За успешное выступление некоторых игроков поощрили. Им предоставили шанс выступить в составе мужской команды, играющей в первой лиге чемпионата России. Это единственный опыт в российском глухом спорте не только в волейболе, а вообще во всех игровых видах спорта. Мы первая глухая команда, которая участвует в регулярном чемпионате России, первой лиге. Естественно, там мы почти все проиграем, потому что уровень команд на гол у нас сильнее. Каждая наша победа – это расценивается как сенсация. Такой шаг необходим, чтобы молодые волейболисты посмотрели, как выглядит взрослый спорт и набирались опыта. Последний пятый турнир первой лиги чемпионата России пройдет в ноябрьске уже в ближайшие дни. Юлия Бабенышева, Денис Зонов, Сургут Интерновости.